О том, что социология начинается с информации и со свободы. Поэтому Путин лжет и знает, что лжет. Ему ничего не остается. Война – единственная повестка, которая ему осталась. И такое новогоднее обращение – это абсолютная катастрофа, с одной стороны. С другой стороны, если искать позитив какой-то в происходящем, это названная катастрофа. То есть, когда он появлялся в этой же самой стране, абсолютно военизированной и ведущей войны захватнической, но на фоне елочки «Добрый дедушка», желавшей мира и добра, в этом было больше пошлости, чем в том, что он изобразил сейчас, потому что это по-своему честное обращение. Мы увидели не в лучшей форме находящегося старика, плохо артикулирующего, читающего с зажимом, явным актерским зажимом, зажато дыхание. И для этого не надо быть бывшим педагогом театрального училища, чтобы увидеть перекрыто дыхание, зажато дыхание. У него сведены, он иногда с трудом произносит слова. Мы увидели вот этого старика, да, и мы увидели этот зажим, и мы увидели нерв и напряжение. И мы, конечно, увидели цену этому единению народа и власти, мы увидели вот в этом вот ряду псевдовоенных за его спиной. Пацаны, он боится настоящего. Вот, кстати, почему не могут хотя бы пацанных обновить, что ли? То есть абсолютно плевать вообще... Страшно! Это проверенное, он ее знает. Есть, не знаю, взвод людей проверенных, которым он верит. Поставьте себя на его место. Он понимает, сколько стоит его жизнь. Он понимает, какие миллиарды бы заплатило человечество за то, чтобы он исчез. И вот тут он абсолютно... Вот я хочу сказать, как говорится, дурак, а мыло не ест. Когда мобилизованным оставляют мобильные телефоны, да, и они звонят своим родным поздравить с Новым годом, их накрывает Хаммерсом, то никому в голову не приходит, что неизвестно, что по мобильному телефону можно накрыть, да, что это ловится, что так сами Дудаева не убивали четверть века назад, да? Просто никому дела нет до этих мобилизованных. Никому в голову не приходит позаботиться об их безопасности. Призвали, да, галочку поставили, мясо пушечное доставили, трава не растянет, погибли, ну погибли. Какой спрос? Что, кто-нибудь ответит за это? Когда я читаю о жизни Путина, ооо, тут отменяются визиты, да, переносится. Он живет в бункере в своем. И вот эти люди... Он боится со всеми встречаться? Здесь он стоит рядом с этими людьми, они все были на карантине? Или есть другой вариант, который в соцсетях обсуждают, что это один из двойников? Вы вот, кстати, верите вообще, что у него есть двойники? Нет, нет, может быть и есть двойники, это был не двойник, это был не двойник. Двойника можно было найти посимпатичнее, поталантливее. Это был он. Это был он. Талантливее опасно. А? Талантливее опасно. Я первое, что я подумал, прости господи, когда я увидел, я подумал, Гитлер был поталантливее. Ну как-то органичнее он выступал. Как-то казалось, что он верит. А этот, у этого зажим, тяжелый зажим. И напряжение, и нерв, и сведенные скулы, и перехваченное дыхание, это все очень видно. В этом смысле, повторяю, при всей катастрофе, которую нельзя было представить 20 лет назад, что вот такое поздравление россиянам с Новым годом, невозможно представить. С другой стороны, уже хорошо, что такое. Потому что тайное становится явным, и деградация слишком очевидна. Я надеюсь, что очевидность деградации как-то должна отразиться на сроках ее прекращения. Раз уж мы коснулись вот этой темы про уничтожение базы с мобилизованными Макеевки, то есть так начался для россиян Новый год с обсуждения этой темы, тоже натолкнулся на такие моменты, что сейчас многие родственники вот из этих погибших, раненых, либо пропавших без вести, потому что там еще до сих пор извлекают из-под завалов, боятся на эту тему говорить, но боятся они говорить не потому, что с ними что-то произойдет, а потому что им могут не выплатить компенсацию. То есть для меня, честно говоря, вот это объяснение, оно несколько дикое, как мне кажется. То есть это ведь показатель, наверное, того, что за 20 лет настолько люди обнищались, что вот ради... Деньги-то неплохие, но 5 миллионов, это там квартира в... Трешка в Саратове, в принципе. Ради трешки в Саратове можно и помолчать. Ну, пропаден пропадом этот родственник. Ну, вот получается как-то так, да. Именно так и получается. Гражданское чувство давно заменено ипотекой. На ипотеке, собственно, и порылось российское гражданское общество. Его просто купили 20 лет назад, когда была халява нефтяная и 106 долларов за баррель. Общество просто... То, что должно было быть обществом свободных людей, которые не зависят от подачек, которые сами зарабатывают и платят налоги, которые содержат государство, и которые, как в любой свободной стране, собственно, и есть элита, те люди, которые платят налоги. Налогоплательщики определяют, собственно, куда идут их налоги. Так в нормальной стране устроено. Здесь холопская логика. Деньги не твои. Откуда берутся эти деньги, непонятно. Но с газа, с нефти, откуда-то берутся деньги, которые с баррельского плеча тебе даются. И гражданское общество погибло, собственно, порылась вот эта собака, значит, на вот этой ипотеке. Когда выяснилось, что можно ипотека, что можно Анталия, что можно старенькую иномарочку, а то и не старенькую вместо жигулей. Какие права человека? Какая это права? Чечня, свобода слова. Слушайте, стало же лучше. Ну, вот это то, на чем было растлено то, что могло стать российским обществом. И мы наблюдаем теперь результаты растления, потому что раньше речь шла об ипотеке и Анталии. Сегодня речь шла о том, что за твоего сына или мужа, выпущенного на пушечное мясо, тебе от тебя откупятся этими же деньгами. На это деньги есть. В принципе, в любой стране мира люди хотят жить хорошо, хотят низкие проценты по ипотеке, хотят новые автомобили и так далее. Неужели мы говорим, что только россияне вот такие вот, а случись в другой стране, ну, как бы там было? Пошлость, она универсальна, и вульгарность человеческой души, о которой говорил Бродский, она универсальна, она вульгарность человеческого сердца, да, если цитировать точно. Это универсальная вещь, и в этом смысле ничего уникального в россиянах нету. В самих россиянах. А вот в устройстве общества есть, не то чтобы уникальность, но это азиатское вассальное устройство общества. Вассалы. Вассалы победнее, вассалы побогаче. Вассалы с большими возможностями, с меньшими возможностями. Какие-то вассалы могут поехать в Дубай и на корпоративы, выступать на корпоративах и слушать эти корпоративы в Дубаях, да, и праздновать в Дубаях. Но они вассалы, потому что с ними можно сделать что угодно. И любой из участников корпоратива в Дубае, российский, он гораздо менее свободен, чем наш черный брат, лежащий на люке, значит, в Вашингтоне зимой, отдыхающий на тепловом люке. Потому что он, ему в голову не придет, этому человеку, который на картонке на люке лежит и греется, ему в голову не придет, что его можно просто заметелить палками в полицейском, висунуть в задницу, да, бутылку или швабру. Ему это в голову не придет. Он свободный человек в свободной стране. Любой дерипаска, который не спит на вентиляционном люке и как-то получше питается, но он твердо знает, что в любую секунду с ним можно сделать что угодно. И это в мужичке сидит и вбито, так сказать, по низ позвоночника. В этом штука не в том, что именно россияне такие, россияне воспитаны такими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова